Ну что ж, друзья мои, сегодня снова суббота, а значит, мы молимся о молодежи и успехе проповеди Евангелия. Да, конечно же, суббота необычная, суббота перед Пасхой. Тем не менее, именно этот факт делает нашу молитву, которую мы сегодня будем возносить Богу, еще более важной и значительной. Почему, спросите вы? Успех – дело благовестия, проповеди Евангелия. А что такое Евангелие? А Евангелие, как говорит апостол Павел в 1-м послании Коринфянам, 15-й главе, есть именно рассказ, благовесть о том, что совершил для нас Иисус Христос. Поэтому рассказывать Евангелие, то есть о смерти, говорить и воскресение Иисуса Христа – это и есть суть или центр нашего с вами служения. Поэтому, когда мы молимся об успехе проповеди Евангелия, мы подразумеваем, что ты и я, мы четко знаем Евангелие, эту благую весть. Поэтому давайте знать или помнить или понимать то, о чем мы говорим людям. Ну и, конечно же, говорить людям об Иисусе Христе. Кстати, в нашей церкви эта неделя – предпасхальный марафон, когда наши друзья на церковных вайбер-каналах, они дают советы, как благовестовать и проповедовать Евангелие. Я верю, что многие из вас, воспользовавшись добрыми советами наших служителей, уже рассказали тем пяти людям об Иисусе Христе, а может быть даже еще большему количеству. Если нет, то не переживайте, молитесь Богу, и Он будет посылать навстречу вам тех людей, которые будут готовы и желать слышать проповедь Слова Божьего. Также мы сегодня молимся о нашей молодежи. Молодые люди – это всегда особенная категория людей, которых по-особенному любит Бог. И поэтому давайте им благословлять их, давайте им молиться о них, чтобы Господь помог им возрастать в духе, чтобы Господь помог тем, кто еще не женатый, готовить себя в духовном смысле к будущему браку, чтобы Он, Господь, помогал молодым людям хранить себя в чистоте и святости от греха. Помните, мы просили молиться о лагере летнем «Один путь». Продолжайте, пожалуйста, о нем молиться. Программа готовится, место подыскивается. Мы верим, что этот лагерь состоится. Ну и напоследок текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Матфея, 28 глава, 18 стих, 19-20. Это, кстати, история, которая произошла после воскресения Иисуса Христа. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь. Благословения вам, дорогие.